29 октября 1918 года, день основания Коммунистического союза молодежи. В этом году комсомолу исполняется 105 лет. В честь этой даты в Серпухове ветераны комсомола, молодые специалисты предприятия, а также ученики 17-й школы провели субботник в комсомольском парке. Кто изображен на значке комсомола? Я у себя закрываю. Кто? Три варианта. Выбор один. Сталин, Карл Маркс, Ленин. Кто? Ора! Молодежь знает. А еще молодежь знает, сколько орденов находится на знамени комсомола, в каком году была создана Всесоюзная пионерская организация имени Ленина и какая дата является днем рождения Коммунистического союза молодежи. За правильные ответы всем участникам подарки. Это юбилейные значки, голубые и красные. Они посвящены 105-летию ВЛКСМ. Сегодняшнее мероприятие наше посвящено дню рождения комсомола, который мы будем отмечать 29 октября. И комсомолу исполняется 105 лет. В рамках подготовки и проведения этого мероприятия мы проводим комсомольский субботник в Комсомольском парке. Мы пригласили молодых специалистов предприятий, мы пригласили наших школьников, школа 17, которая находится здесь рядом с Комсомольским парком, с тем, чтобы передать традиции нашего славного комсомола и немного рассказать о тех делах, которые делал комсомол. О том, как тогда жила и развлекалась советская молодежь, школьникам рассказывают ветераны комсомола. Лидия Величкина в свое время была секретарем комсомольской организации совхоза «Большевик». Принимала участие в конференциях, съездах, нравилась бывать в молодежных лагерях. Жизнь была очень активная, интересная, очень интересная жизнь была. У нас были специальные обучающие школы комсомола, комсомольского актива. Потом мы очень много мероприятий проводили у себя в совхозе. Много было обменных поездок. Мы, допустим, первый раз поехали за границу по линии комсомола. И это не просто была за границей, а очень памятная поездка была. Это Соединенные Штаты Америки. Мы были молодежь, подняли занавес, мы поехали в Америку. А у нас ехали как молодые специалисты. Вот такие возможности были, рассказывает Лидия Величкина. Все участники мероприятия отметили. Встречи поколений должны проходить постоянно. С одной стороны, это сохранение исторической памяти, а с другой – воспитание ответственного отношения к природе и труду.